Безграничное могущество В эфире программа «В контексте» и мы обсудим эту тему. В студии Наталья Ширга. Здравствуйте! Впервые в Крыму профессиональный конкурс для визажистов и мастеров плечоток. В жюри известный стилист Феликс Штейн, визажист, сертифицированный судья международной категории по макияжу, серебряный призер чемпионата Восточной Европы. Феликса Штейна скорее можно назвать художником. Создавая образы, он не ограничивается работой с лицом. Его произведения смысловые и похожи на картины. Почерк Феликса Штейна «Узнаваем». Его авторские курсы и семинары проходят по всему миру. Плотный график. Четыре страны в месяц, более пяти тысяч невест. Сотни благодарных учеников, многие из которых открыли свои школы и работают в театре, кино и телевидении. В графике Феликса нашлось время и для нашей программы. О том, что такое красота, на протяжении многих тысячелетий ведутся бесконечные споры. И неудивительно, что у разных народов и в разные времена она воспринимается совершенно не одинаково. Что, по-вашему, красота в наше нынешнее время, сегодня? Нет. Это внутренний мир изначально. То есть, когда у девушки горят глаза, и вот есть какая-то мысль в глазах, да? И это сопровождается еще и красивыми линиями лица, тела и так далее. Вот это все красота, в общем-то. Действительно, в разных народах все по-разному. И совсем нам непонятны, допустим, японские выражения красоты, а и наши и так далее, да? То есть, ну вот если брать в общем-то, вот мировую концепцию вот сейчас, в данный момент, наверное, то, что я сейчас сказал. Через внутренний мир. Красота, как драгоценный камень. Чем она проще, тем драгоценнее, говорил английский художник Фрэнсис Бекон. Ваша модель эпатажная. Или здесь вы раздевляете красоту показную, да, то, что вы делаете, красоту естественную? Я вам покажу свою любимую работу как-нибудь, да, и вы видите мои, из моих, что там вообще нет макияжа. То есть, ньют-макияж. Мои любимые работы, братья из моих, это просто ньют-макияж, макияж без макияжа. Ну, да, хочется, видите, я творю и вытворяю, что называется, да? То есть, я иногда делаю креативные макияжи и, скажем так, это мое, как бы, направление, креативный макияж. А это, собственно говоря, какой-то нестандартный подход к макияжу. Я делаю то, что у меня есть, вот, мое внутреннее состояние души. То есть, я не думаю, что я буду делать, кого надо, надо удивить и так далее. Я делаю так, что я хочу делать, а это иногда очень нестандартно, это эпатажно, хотя я не совсем эпатажный визажист. Не думаю, что я эпатажный. Но у меня есть много разных работ, много разных направлений. Одно из них, небольшое направление, это эпатажность, да, там это присутствует. Ну, в общем-то, я смотрю на состояние больше характера модели, моего настроения, это все взаимосвязано. В одном из интервью вы сказали, что вас вдохновляют картины художников на создание того или иного образа. То ли Кандинский, то ли Сираж, то он вот такими точками рисует. Это каждый раз так или абсолютно... Дальше раз по-новому, это мог быть природа, это мог быть вообще пенка в молоке, допустим, в кофе. Это мог быть рисунок от запотевшего стекла, допустим, да. То есть это все по-разному. Это мог быть просто модель, которую я увидел, и она интересна, и вот с нее уже будет какой-то образ. У меня рождается мысль, когда я вижу модель. Вот когда я вижу модель, я понимаю, что я могу сделать, что хочется сделать. И вполне возможно, что это будут образы, которые навеяны кастой вашего города. Ваш город очень интересный, своеобразный, поэтому вполне возможно. Для учителя наивысшая радость, когда ученик превосходит своего наставника. Что может такой мэтр, как Феликс Штайн, вот взять у своих учеников? А вот смотрите, сейчас девочки будут делать отработку, и девочки, которые очень далеки от критиного макияжа, для них это первый раз. И они допускают иногда такие ошибки, которые для меня это такой нечто-новый подход. Учишься, в принципе, всегда от всех. И от учеников, и от других пейзажистов, и от других людей, и людей разных профессий. Взгляд куточника – это взгляд внимательного человека. То есть, в принципе, человек, если он хочет по всей этой жизни внимательно, и увидит что-то интересное, то он увидится обязательно. Поэтому, в принципе, я всегда учусь от всех. Вы провели уже несколько мастер-классов в нашем городе. Что скажете об уровне подготовки севастопольских стилистов? Они меня не разочаровали, что очень важно. То есть, ваше визажисты, они на хорошем уровне. Я надеюсь, что ваша фэшн-индустрия, она сейчас только у вас начинается. Она в начале пути, и я очень надеюсь, что она будет развиваться, и будет развиваться хорошими, сильными темпами. Как и модельный бизнес, как и фото-бизнес, как и визажисты, парикмахеры. То есть, я вижу, есть у вас тенденция к росту, и есть у кого учиться, и есть кому учиться. Женской красотой хочется восхищаться всегда, и не только в празднике. А еще хочется рассказать о тех женщинах, которые создают эту самую красоту и непосредственно имеют отношение к этой теме. Я с удовольствием представляю гостей в студии. Далее от меня Екатерина Казимирская, визажист, тренер, участница Международного чемпионата «Невские берега». Здравствуйте. Здравствуйте. Алина Сиянова, участница Международного чемпионата «Невские берега». И Анна Седавных, также участница Международного чемпионата. Девчонки, я поздравляю вас. Пусть это была не совсем победа, но все равно вы молодцы. Все случилось, и все здорово. Это уже был 15-й чемпионат «Невские берега», который проходит в Санкт-Петербурге. Не первый раз команда Севастополя выступала. Екатерина, вы были там как тренер, но девчонки впервые попробовали себя в таком форуме, скажем так. Какое впечатление осталось? Ура, успех, победа или какое-то сожаление? А вот чего-то не хватило. Это вопрос к участницам? Вы, участницы, кому хотите, ваше впечатление как участниц и ваше, Екатерина, как тренер, потому что именно вы занимались подготовкой девушек. Ну, я могу сказать о том, что я, в принципе, как тренер очень довольна. Я считаю, что мы получили то, что должны были получить. Единственное, вот немножечко нам обидно за свадебный образ, но, в принципе, учитывая количество участниц в свадебной номинации, их было порядка 35 человек. Четвертое место – это, в общем-то, очень хороший результат. Что касается, ну, вы сказали, да, о том, что мы впервые там. Да, впервые я была в качестве самостоятельного тренера на чемпионате Невские берега. А вообще с этим чемпионатом у меня связано очень многое. То есть, во-первых, я выступала практически 10 лет тому назад сама там как мастер. Ну, не 10, а 8, по-моему, да, просто не помню четко год. Далее я готовила туда двух девочек севастопольских, только в качестве не основного тренера, а дополнительного. Основной был в Киеве на тот момент. А я им помогала непосредственно к подготовке. И вот сейчас, после, как бы, ну, достаточно продолжительного перерыва, мне поступило официальное предложение от президента фестиваля красоты Невских берегов Ершова, чтобы мы, ну, то есть, во-первых, я вошла в судейскую коллегию этого чемпионата. Ну, и плюс, конечно же, они предложили поучаствовать, привести команду, ну, как бы, учитывая и зная, что у нас очень сильная школа макияжа. Ну, а девочки эту идею поддержали, и, в общем-то, каждая выбрала ту номинацию, в которой ей хотелось проявить себя и выступить. И, думаю, вот они сейчас добавят теперь. Смотрите, 1500 специалистов, более 600 призовых мест, и награждаются мастера и модели в 50 номинациях. Алина, вам слово, в каких номинациях вы были лидером? Креативный образ у меня был, и был фэшн. В креативном я получила первое место, по фэшну третье. И по общей сумме баллов второе место получила. Как шла подготовка? Я знаю, что не только были специалисты, да, вы как участницы, но вы с собой брали и моделей. То есть образ отрабатывался еще здесь, в Севастополе, шились костюмы. Шла такая очень длительная подготовка. Я могу сказать о том, что да, это очень длительная подготовка. Мало того, что Екатерина Казимирская помогала создавать образ, да, эскиз даже костюмов и макияжа. И были долгие тренировки и дома, и в школе с моделями. Это очень и тяжело было для них, и для нас. Но, тем не менее, эти эмоции незабываемые, и модели очень рады. Им тоже вручили кубки модели за то, что мы выиграли призовые места. И, я думаю... За то, что они все выдержали. Конечно, там есть специальная награда, да. То есть модель награждают кубком, ну, как бы соответствующим местом. Вот, вообще мы готовились в течение двух месяцев. То есть перед Новым годом мы уже непосредственно начали разрабатывать эскиз. Хотя перед этим долго, да, как бы подготовления просто организационные какие-то были. Я вот сейчас хочу просто немножко отметить по поводу конкурса, да. Ну, почему лично для меня это как бы важно. Я уже сказала, да, о том, что было сначала очень, ну, как бы активное участие в чемпионатах. Я возила большие команды в Киев, сама участвовала. То есть у меня самая, как бы, высокая награда – это вице-чемпион Европы по макияжу. А потом был перерыв, вот. И вернулась я в эту индустрию, в общем-то, как бы взвесив все за и против. И не пожалела об этом ни на минуту. Почему? Потому что я буду это делать, пока это нужно людям, в общем-то, да, визажистам, которые хотят проявить себя, хотят, ну, как бы, конкурс – это вообще спорт, да. Перед тем, как бы, ну, перед тем, как начинать в нем участвовать, я всегда предупреждаю девочек о том, что это очень тяжело. Тяжело физически, морально, финансово, да. Почему? Потому что серьезные чемпионаты, они проходят, ну, как мы сейчас, да, сами понимаем и говорим об этом, Санкт-Петербург. То есть это большие площадки, если ты хочешь себя проявить, вот, ты едешь. Вот, и, соответственно, тебе нужно обязательно готовиться определенный период времени, возможно, даже нужно больше, чем два месяца. Вот, то есть мы об этом уже задумались. Вот, но на самом деле вот они, ну, как бы, подтвердят, насколько это бессонный. Вы расскажите просто, да, бессонные ночи, как это вообще все происходит, если это, конечно, интересно. Как мы готовились в гостинице, продолжали. В Питере всю ночь не спали, готовились до 4 утра. Тренировались перед выступлением, глаза закрываешь, тут у тебя кисточки, все время просыпаться нужно. То есть смотришь на часы, еще рано, еще можно поспать. Как в каком-то большом, большой сон это все было. Ну, это, как всегда, перед конкурсом, перед любым, вот такая нервозная обстановка. Главное, наверное, взять себя в руки именно перед началом конкурса. Ведь всегда дается определенное количество времени, да, ты должна успеть за это время, а вдруг что-то пошло не так. Но все равно то, что вы сделали, это здорово. Мы сейчас попросим режиссера дать модели Алины и посмотрим, что у нее получилось. И, Алина, вы можете комментировать, наши телезрители будут это видеть, а вы можете это комментировать. Это Анина модель. Это Анина модель. Хорошо, Анечка, вам слово. Это Марьяна, моя модель. Замечательный наш образ по фантазийному макияжу в технической категории мастера. Вот она после того, как жюри уже ее оценила, прошла по подиуму для дефиле. А что натолкнуло вас на такой образ? На самом деле образ менялся несколько раз. Отправной точкой у нас было создание такой злой королевы. А потом в процессе того, как мы начали создавать костюм, макияж, постепенно она у нас такую, как воин, женщину, девушку превратилась. Вот это свадебный образ. Анна, а было такое, что вот все до автоматизма уже отточено, а вот на самом конкурсе захотелось какой-то изюминки, какого-то эксклюзива? Вот что-то добавить, что-то или настолько уже выношенный образ? Это категорически нельзя делать, потому что все отрабатывается до мелочей и какая-то импровизация, она может быть просто чревата. Поэтому все отрабатывается не только техника, но и время, скорость. Поэтому там какие-то отклонения в доле секунды просто невозможны. Екатерина, скажите, пожалуйста, вот когда великие художники учили своих подмастерьев, они заставляли их создавать копии работ наставников. И на начальном этапе обучения, вот копирование чужих удачных работ, это возможно? Ну для того, чтобы, например, руку поставить или технику отработать. Они на ваши работы смотрели? Ну я думаю, что, конечно, смотрели и Аня, и Алина, они, в общем-то, мои ученики. Но то, что вы привели пример, чтобы начинать создавать свои шедевры, нужно сначала копировать своих предшественников, в принципе, в какой-то степени я согласна. Потому что это развивается, в общем-то, и композиционное какое-то некое видение, если, например, говорить конкретно о фантазийных работах. То есть салонный макияж и фантазийные работы, креативное направление, это совершенно разные, как бы, ну в целом направления. Ну вот, ну я думаю, раз девочки выбрали, как бы, меня наставником, то, наверное, они как-то обращали внимание на мои работы. Алина, перейдем теперь к вам. Что у вас получилось, да, из вашего образа, что хотели и все ли получилось? Я так понимаю, это красное платье было, да, костюм? Это был халат. Халат, халат. Да, все получилось, все, что хотели, все получилось, тоже много меняли, много переделывали, даже вот в гостинице уже в Питере мы меняли макияж, ну как бы чуть меняли макияж, переделывали, но все супер, все круто получилось. Вот выходит моя модель, это Виктория, креативный образ, скорил весь Питер, всем понравился наш образ, это просто не передает той картинки, которая сейчас вот видно. На самом деле можно даже, мне кажется, похвастаться тем, что подходили, что касается меня, я сидела на тот момент в зоне жюри, как бы, да, вот, подходили коллеги и вот просто показывали вот так вот, вот, зная, что здесь мое тренерство, что это мои девчонки, подходили к девочкам, подбегали ихние же конкуренты с номинацией, давали просто комментарии, восхищение, и более того, потом после награждения, помните, с Краснодара подошли девочки-участницы и сказали, мы болели за вас, они участвуют с ними вместе, соревнуются. А мне это всегда вот важно, как вы себя ощущали, именно соперницами или как друзьями вот на конкурс? Конкурс, он как помогает соперничество. Все стоят, каждый на своем месте, ты не общаешься, просто делаешь, у тебя есть время ограниченное, которое ты, если минута куда-то в сторону, ты можешь не успеть сделать то, что у тебя запланировано это все сделать. Алина, ну вот как бы с образом халат, ну хотя я не согласна, все-таки назову это бархатное платье, пускай так, да. Ну вот второй образ, он откуда родился, почему возникла вот половина темного, половина беда. Я не знаю, да, это уже решайте сами. Ну что, ну смотрите, вообще, то есть, чтобы понимать, как бы, что такое участник, что такое тренер, да, в общем-то, основная тренерская задача, это направить участника на создание образа. То есть, либо ко мне приходят, допустим, со своими какими-то задумками, я отвечаю, я принимаю эту работу, ну то есть, буду ли я готовить в этом направлении, или нет, чисто в этом, там, нагоняя макияж. Либо я вношу какие-то свои, скажем так, изменения в эскиз, да. Вот, в данном случае, в данном чемпионате, в общем-то, проектировала все образы я. То есть, у меня были эскизы, эскизы костюмов, эскизы макияжа, вот, задумки девочки, все выполнили так, как, в общем-то, нужно было. То есть, они сшили костюмы, они отработали макияж, они подбирали совместно, как бы, препараты. И как рождался образ с бабочкой, наверное, он родился еще в 2010 году, ну вот. Нет, в 2012, в 2012, когда я выступала сама на чемпионате Европы, мне расшивали костюм бисером. И женщина работала в неком таком магазине, где продавались всякая, ну, утварь, скажем, для дома, какие-то магниты. И я обратила внимание на эту бабочку, она мне понравилась, вот, мне как-то показалось внутри себя, что она мне когда-то пригодится. Вот, в 2014 я опустила мастер-класс на основе, как бы, вот такой работы с бабочкой у себя в школе макияжа. И, получается, в 2016, когда, ну, стали готовиться с Алиной к чемпионату, мы рассмотрели эту работу, она согласовала ее. То есть, ей она понравилась, да. Мы добавили много изменений в этот образ. То есть, блюстки добавили, да, как бы, собрали ее полностью, шили костюм. Костюм был, на самом деле, вспомни, немножко не такой. А вот, а путем, ну, это очень сложная подготовка. То есть, когда ты хочешь что-то сделать, у тебя есть задумка, но у тебя есть ограничение того, что, допустим, в твоем городе не продается такая ткань. Да, у нас была проблема с тканью, мы заказывали ее с Украины, потом с Турции, ну, как бы, все, проблема была в ткани состояла в том, что мы хотели. Потом, в последний момент, Катя говорит, все, пойдем искать по магазинам, где есть такая ткань, что нам подойдет. Заходим в Черноморочку, тут Катя такая говорит, вот она, берем ее, шьем другое. Скажите, а не проще было поменять образ? Ну, нет такой ткани, может быть, какой-то образ? Ну, уже образ мы задумали, уже все, он уже в голове, и другого образа никакого нет, то есть, только вот конкретно один образ, и все. Изначально должно было быть вообще костюм из плаща и платья ночнушки, так называемой, которые очень были трендовые в том году и в конце того года, вот, из крупной пайетки, и эта ткань действительно очень, ну, как бы, редкая, дорогостоящая, вот, и когда мы поняли, что, ну, в общем-то, это не воплотить технически, да, вот, стали думать, какой вообще костюм, и, понимаете, когда эта команда, в ней, на самом деле, начинают участвовать все, то есть, есть какая-то концепция, да, которая согласовывается, уже по мелочам каким-то мы собираем вместе, участвуют модели, участвуют участники, которые, в принципе, в команде, вот Таня, она посоветовала, говорит, присмотритесь, помнишь, к платью-пиджаку, мы с Алиной посмотрели, нам понравилось, и стали искать, да, как бы, ткань, чтобы уже было... То есть, даже модель смотрит, нравится, не нравится, а может быть, так будет лучше, то есть, это вообще, в целом, командная работа. А есть ли критерии, например, платье должно быть именно с блестками, да, опять-таки, платье или пиджак, короткий вариант, длинный вариант, нет, здесь чистый полет фантазии. Ну, в этом направлении, да. Вы имеете в виду костюм, то есть, положение конкурса, регламента? Да, положение конкурса. В креативе, на самом деле, тут вот просто развязывают руки, и ты можешь делать, в принципе, вот как ты видишь, потому что участники были, помните, то ли медвежонок это, то ли что-то, какое-то имеет название, там вообще просто стояли на четвереньках, вот она так видит, эту модель мастер, она создала костюм, модели пришлось стоять на ногах, поставить какие-то палки впереди себя, опираясь на них руками, вот. Ну, призового места, по-моему, там не было, как бы там очень-очень специфическое видение, вот. То есть, как бы границ, в общем-то, нет определенных. В технике, в технической категории, в фантазии, да, там четко было указано, что постиж, что касается костюма, он мне должен превышать 30% от всего костюма. То есть, я вроде как должна и объемный сделать костюм, показать, я выступаю в фантазийной номинации, то есть, это фантастический какой-то образ, но, тем не менее, меня сдерживают, я не могу там крылья 2 метра повесить весом в 15 килограмм, такое было раньше, на самом деле. В общем, я понимаю, что это на первый взгляд только так красиво и так замысловато, и очень легко, да, на самом деле, это кропотливая и очень долгая работа. Скажите, кто представлял команду компетентного жюри? Как-как? Команду компетентного жюри. То есть, кто входил в состав? Да, да. Значит, в состав жюри входили, это сильные мастера, у которых есть школа макияжа в Санкт-Петербурге, Юлия Петрова, Света Кузнецова, комиссар данного конкурса, это Ирина Миссиренко, это визажист, господи, я даже не вспомню, сколько опыт у нее работы, еще с времен СССР. То есть, мэтры индустрии, красоты. Да, с Украины была Наталья Найда легендарная, дальше из Белоруссии, имя не помню, фамилия Макейчик, из Латвии Уна Бернутович, если не ошибаюсь, потом из, по-моему, Челябинска Юлия Шмигельская, дальше из Москвы это Людмила Тараканова, очень тоже известный визажист, ну, я была в числе жюри от Крыма, естественно, понятно. Дальше, ну, Феликс Штейн, вышеупомянутый, Израиль. Екатерина, а у Феликса Штейна есть своя косметика, да, он разрабатывал. Скажите, у вас не было такой мысли, чтобы сделать свою линию косметики? Нет. Нет, ни кисти, ни косметика у меня не было мысли. Почему? Потому что на кистях, наверное, если мы уже каждый визажист сделаем именные кисти, начнём просто на них сражаться в прямом. А это же орудия, это же орудия труда. Вот, как бы, мне на самом деле, у меня такой загруженный график, что мне правда не до этого. Ещё такой момент. Я не случайно начала нашу программу с сюжета о Феликсе Штейна, его приезде в наш город, и он рассказал своё понятие, мужское понятие, что такое красивая женщина, понятие красоты. Но ведь оно разнится с нашим женским восприятием, да, а ещё, если это и специалисты, это визажисты. Что такое красивая женщина для вас? И какой должна быть красивая женщина? Только лишь красивый, ухоженный макияж, внешний вид. Ну, прежде всего, женщина должна излучать её глазосчастье, да. Когда женщина любимая и счастлива, то небольшой макияж, да, в небольшом количестве уже сделает её ещё на более привлекательной. Анечка, ну вы ведь не зря выбирали себе модель, которая вам нравится. То есть здесь какие-то такие ниточки, вот всё-таки они были, какой-то посыл, мне подходит, мне нравится, меня устраивает. Форма лица или это абсолютно вот такая глина белая, с которой можно лепить, или наоборот, очень красивая модель. Ну, в первую очередь её подтверждает Екатерина Казимирска, да, модель. А дальше я уже смотрю, как я, ну, срабатываю с человеком. Во-первых, она должна быть ответственной, да, ну, Марьяна такой была, чтобы не пропускала тренировки, ну и, естественно, не подвела в самый ответственный момент, когда это соревнование, да, неважно, болеешь ты, температура у тебя, или неважно, себя чувствуешь, мы все должны собраться и выступить как следует. Ну, то есть вот это внутреннее соединение, оно всё-таки присутствует. Вот, я хотела добавить, то есть, понимаете, конкурс, ну, это не может быть, она просто модель, она сидит, её красят, да, это всё равно слияние некое модели и мастера, то есть, как я уже говорила, да, что модели непосредственно тоже принимают участие. Ну вот, и она должна как бы вживаться, ей должен образ нравиться. Почему? Потому что, ну, в конце концов, ей стоять в этом, во всём, в макияже, в одежде, да, ей дефилировать, она должна себя чувствовать красивой, себе нравится. Тогда она и выступит сама, пройдёт хорошо, как бы. Ну, то есть, естественно, нюансы такие есть. Польская художница, журналистка, писательница, переводчик Янина Ипохорская говорила, что молодая красивая женщина — это чудо природы, а не молодая красивая женщина — это чудо искусства. Вы с этим согласны? Наверное, да. Скажите, пожалуйста, возрастной макияж, конечно, он особый, и хочется, чтобы вы поделились рецептом не только вот для наших представительниц прекрасного пола, но и для возрастных женщин. Скажите, какие особенности, чтобы на долгие годы оставаться красивой? От чего это зависит? Наверняка не от косметики. Можно иметь какую угодно дорогую косметику, но если ты не умеешь ею пользоваться, грош цена ей, правильно? Что должно быть? Дайте такой рецепт вечной молодости и красоты. Кто говорит? Это Катя. Ну, да, возрастной макияж — достаточно такая щепетильная тема. Безусловно, как вы сами подметили, одной косметикой не обойдешься. Естественно, это должен быть определенный образ жизни. То есть нужно себя любить, жалеть, хорошо высыпаться, пить воду, хорошо питаться и так далее. В общем-то, по сути, это рекомендация, которая имеет отношение к любой возрастной категории, но когда мы становимся постарше в особенности. Что касается декоративной косметики, на самом деле на сегодняшний день на любой кошелек, скажем так, с любыми финансовыми возможностями можно подобрать что-то достойное. Единственное, нужно, понятное дело, делать упор на уход, а вот на увлажнение кожи. Почему? Потому что с возрастом она просто-напросто обезвоживается, становится более сухой. Обязательно в арсенал приобретать уже не те тональные крема, которыми мы пользовались 10 лет назад, а теми, конечно же, которые уже имеют определенный фактор антиэйдж, лифтинг. Вот эти тональные крема, они, в общем-то, и увлажняют, и скрывают какие-то недостатки, и не забиваются в морщинки, в поры, которые у нас с возрастом появились. Тон – это очень важно, в принципе. Значит, не злоупотреблять пудрой. Если мы привыкли применять пудру, то ее нужно подбирать очень деликатно. Она не должна быть матирующей. Почему? Потому что все то, что матирует, оно, естественно, будет добавлять и подчеркивать морщины. Если мы привыкли использоваться в молодом возрасте каким-то насыщенным цветом, уже в более зрелом возрасте, нам нужно понять, что это оттенки. То есть это уже полутона. То есть не может быть только белый, только черный. Должны быть полутона, вот, образно говоря. Использовать румяна, освежающих цветов. Увлажняющую помаду, ну, тоже для ресниц, как бы, и пользоваться фиксатором для макияжа, для увлажнения. Лучше, конечно, сто раз увидеть, чем один раз услышать. Я думаю, что мы сделаем такой мастер-класс для наших женщин. Я благодарю вас за участие в нашей программе. С праздником, дорогие мои. Творческих побед и новых чемпионатов. Спасибо большое. Будьте счастливы. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин